Ребят, всем большой привет! Сегодня воскресенье я решил сделать видео, в котором я пообщаюсь немножко с вами, потому что, ну, надо, надо периодически это делать. Тем более, что накопилось достаточно большое количество вопросов у вас ко мне. Вы оставляете их в комментариях, я регулярно их отвечаю, поэтому я выбрал такие самые интересные, самые, наверное, широкие, ответы на которые будут интересны большой аудитории вам. Поэтому давайте сегодня, в воскресенье, хорошо проведем время. Я уже налил себе чай с лимоном и с медом. В общем, ваше здоровье, погнали! В первую очередь хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы вместе со мной. У нас на канале уже 320 тысяч человек, и это круто. Спасибо вам. Передо мной лежат огромное количество смартфонов, о которых мы сегодня будем говорить. Это и Galaxy S22+, это и Huawei 50 Pro, который в России наконец-то начал продаваться. Это новинки от OnePlus Nord SE2. Это и самый крутой Realme GT 2 Pro, который вот такой бумажный. У меня есть даже Honor раскрывающаяся, Magic V. И у него, кстати, охрененные экраны и внутри и снаружи. Очень крутой. Он, конечно, никому в России не нужен, но он очень крутой. И вот на все эти смартфоны, там, не знаю, OnePlus 10 Pro, Pixel 6 Pro, я постоянно их использую. Вот, например, Vivo V23 тоже пришел, про него надо рассказать. Самсунговский новый планшет Galaxy Tab S8+. А еще надо записывать сравнения и так далее, и так далее. Короче, на самом деле, контента очень много. Я, вы знаете, еще про ноутбуки надо рассказать. Я порой даже не знаю, что вам на самом деле интереснее. Обзоры смотреть? Или порой стоит отвлекаться от телефонов и от гаджетов. И делать, например, рассказы про наушники, про часики, там, еще про что-то. Может быть, надо записывать больше вот таких разговорных роликов, чтобы, ну, мы с вами просто, например, в воскресенье могли поболтать. Может быть, новости надо записывать. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой контент вам интереснее. В первую очередь, чтобы мы с вами были, ну, всегда как-то ближе на связи. Ну, и давайте я отвечу на те вопросы, которые вас интересуют. Первый вопрос задают по поводу Galaxy Note 20 Ultra. Красавчик, да? Скажите, пожалуйста, как насчет того, что сильно нагревается телефон? Это единственный фактор, что меня настораживает. Телефон действительно нагревается, и была проблема на Exynos'е у Note 20. Поэтому я бы, на самом деле, рекомендовал решить этот вопрос очень просто. Купить версию на Snapdragon. Она будет понадежнее. Правда, что было интересно, я делал видеосравнение, но 20 на Exynos'е и на Snapdragon, и на Snapdragon он был чуть-чуть похуже. Может быть, там что-то допилили прошивками, но точно Snapdragon версия лучше 100%, чем вот этот Exynos, который был здесь. Galaxy Note 20, Galaxy S 20, Ultra и так далее. Очень тяжелый там был процессор, поэтому я рекомендую купить на Snapdragon, где это можно сделать, ну, например, у моих друзей в цифрусе. Можно поискать на Авито или еще где-то. Я внизу оставлю ссылку на цифрус, вы переходите, посмотрите. Кстати, если вы сделаете покупку, то вам будет подарок. Ну, в принципе, любой гаджет, который купите, вам будет подарок. Либо сами ищите Авито, там, Алиэкспресс и прочее. Кстати, к слову, могу сказать, что все гаджеты греются. Самые горячие гаджеты, которые я в своей жизни вообще держал в руках, это Соньки на Snapdragon и Asus на Snapdragon. Самые горячие. Следующий вопрос как раз-таки касательно вот этого Vivo 23. Фил, очень хотел узнать твое мнение в сравнении телефонов 23 и 23 Pro. Очень интересный телефон в такой ценовой категории. Ну, во-первых, я еще не начал с ним ходить. Видите, он еще запакован, не успел его даже распаковать. А про него мне надо сделать видео, с ним надо походить. Потому что я хожу с любым телефоном, про который я рассказываю. Если это там раскладной, кстати, очень тяжело раскладывается, Honor Magic V. Похожу. Вот сейчас у меня симка в новом OnePlus Nord SE 2. Про него видео будет на канале вот буквально на днях. Поэтому мне надо переставить туда симку, походить с ним. Вообще это типа такой флагман, но, блин, 50 тысяч рублей за Vivo в России это достаточно сложная. И цена сложная, и я не могу сказать, что по спецификации этот телефон хорош. Но Vivo порой бывает хорош по камерам. Помните Vivo X70 Pro Plus, который просто всех сделал по камерам? Вообще Samsung, Pixel и все остальные. В слепом голосовании. Если вы вдруг пропустили, то я вот здесь оставляю ссылку. Переходите, посмотрите. Видео про слепое голосование, где вы сами выбирали смартфоны, которые вам нравятся. Вы не знали, на что были сделаны фотки. Это было очень круто. Vivo в России не продается. Тот. X70 Pro Plus. Это продается. Про него расскажу. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить видосы. Следующий комментарий по поводу Poco X3 Pro. Такой комментарий. Poco дерьмо. Купил неделю назад. Фризит в папке. Значит, комментарий на самом деле странный. Потому что Poco X3 Pro в моем представлении является, наверное, самым крутым телефоном с точки зрения цена-качество. Потому что не купить телефон, который будет мощнее и который будет стоить столько денег. Его цена сейчас в России от 19 тысяч до 22. И купить телефон, который будет быстрее работать, у которого будут такие же технические характеристики, просто невозможно. Поэтому я не вижу смысла вообще хейти телефона. Во-первых, ты его сам купил. Во-вторых, это самое лучшее решение за эти деньги. А вот видео по поводу камеры на Xiaomi 12 Pro и 12 обычном. Видео 60 FPS супер. Спасибо. Обзор, как всегда, честный и добросовестный. Я с Украины подписан на ваш канал. Не хочу перехваливать. Но еще раз спасибо. Исаак написал. Дружище, тебе большое спасибо. Украине, Беларуси, Казахстану, всем, кто смотрит меня, большое спасибо. Очень приятно, что вы со мной. Я, конечно же, стараюсь делать честные обзоры. Но мы понимаем, что это все равно очень субъективно. И я порой рассказываю одно. А вы в комментариях пишите, что Филипп, да нет, там другое и так далее. Я могу порой даже какие-то вещи не увидеть. Именно поэтому я, собственно, даю вам картинку, чтобы вы могли сами посмотреть. И я вам говорю свое мнение. Вы говорите свое мнение. Поэтому, конечно же, мы где-то можем не сойтись. Это совершенно нормально. Да, единственная вещь, про которую я могу точно сказать. Через меня проходят сотни телефонов. У меня есть огромный опыт. В основном у вас такого опыта нет. Вы используете телефон один в течение года, например. Может быть, двух-трех. Через меня, ну, через любой тик на канал проходят там сотни телефонов. Я знаю, как фотографируют флагманы, нефлагманы и так далее. Я, конечно, могу во всем этом делом и запутаться тоже. Но опыт все-таки у меня есть. В общем, Украине, России, всем привет. Вот еще один, кстати, комментарий под этим видео. Спасибо за сравнение. Филипп, интересно сравнить 12 и 12X. Я, кстати, понимаю легко, что 12X хуже. Хуже по стабилизации, хуже по картинке. Но я думаю, что надо будет сделать такое некое общее сравнение. 12, 12X и 12 Pro. У Саньки с пользой нет. На видео 12 их был явно интереснее по балансу белого и так далее. И еще, Филипп, напиши хотя бы, пожалуйста, примерно. Vivo X70 Pro Plus будет сильно лучше по камерам и по вибро. Может, странно прозвучит, но именно вибродача очень не интересует. Заранее благодарен. Значит, Vivo X70 Pro Plus. Во-первых, у меня есть видео на канале. Я вот здесь вот оставлю ссылочку на видео. И внизу тоже. Значит, по поводу камеры. Камера шикарная. Днем фотографируют, правда, не очень хорошо. Снег становится синим и так далее. Ночью это просто лучшая камера. Фотографии людей в помещении просто лучшая. Vivo просто One Love. И в России не продается. Купить можно на Авито за, там, типа, 100 тысяч рублей. Можно на Алиэкспрессе что-то найти. Это китайский телефон с китайской прошивкой. Vivo X70 Pro Plus, кстати, у него совершенно не классная. Но камера офигенная. Аккумулятор очень слабый, поэтому я именно рекомендовать его как гаджет, с которым можно ходить. Наверное, не стал бы. Но камера крутая. А Vivo, самое лучшее, это Xiaomi 12 Pro. Точно. Крутое Vivo. И очень крутое Vivo в OnePlus 10 Pro. Очень крутое. Ну и в Pixel'е тоже 6 Pro. Хорошая Vivo. Ну, в iPhone хорошая Vivo. В Samsung похожа. Даже в новой Samsung Galaxy S22 Plus Vivo похожа. Хотя, интересная. Там есть такие моменты. Следующий вопрос, как раз таки после сравнения Galaxy S21 Ultra и Vivo X70 Pro Plus, про который только что рассказывал. Хотел взять S21 Ultra, но теперь я хочу Vivo, так как детализация фото-видео для меня в приоритете. Где купить этот Vivo? Как я уже сказал, Алиэкспресс, либо Авито. Других вариантов нет в России приобрести этот телефон. Еще расскажу, что он действительно имеет очень крутую камеру. С одной стороны, а с другой стороны очень слабая автономность. Китайский софт. Есть, естественно, русский язык, но есть всякие нюансы. 3-4 часа работы экрана по аккумулятору очень слабенько. И греется достаточно хорошо. Но камера топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, глотум волшебного Эля. Следующий комментарий, касающийся Xiaomi 12, а точнее про компактные флагманы. Потому что я там сказал, что компактных флагманов очень немного. Честный блог. Фил, как всегда, перечисляешь компактные флагманы и забываешь Соньку 5 Mark III, который не попал туда. Да, про Соньку я забываю. Действительно, этот смартфон есть. Но забываю по очень простой причине. Sony продается крайне мало и... Ну, она просто не присутствует в голове. То есть телефон хороший, безусловно. Он, кстати, должен скоро у меня появиться. Я не смотрел на него. Про обычную большую версию я рассказывал. Маленькую не смотрел. А так, компактных флагманов действительно очень немного. И Xiaomi 12 это один из них. Правда, пока еще есть только китайская версия. Мы сегодня еще про него поговорим. Там будут вопросы. Я бы ждал все-таки глобалку. S22. Обычный, да, тоже. Диагональ 6,1 дюйма. Прямо очень компактно. Очень прикольно. У нас есть Asus Zenfone, да? Компактные. Ну и Sony, соответственно. Есть, кстати, пиксели. Какой-нибудь Pixel 5, например. Но я его не рекомендую, потому что он дорогой, а дает очень немного. Там даже широкоугольные камеры нет. Ну и про iPhone, конечно же, не забываем. Следующий комментарий тоже под видео про Xiaomi. Купил S22+, скоро лопну от ожидания. Сравни скорее его с чем угодно, Филиппчик. Вот у нас S22+, и я сейчас делаю видео сравнение с iPhone 13. Ну что, так давайте я прямо сейчас пару фотографий, ну вот так вот налету и сравню. Ну вот первая фотография, это Исаакиевский собор. По мне, желтоватая получилась фотография на Samsung и более правильный баланс белого на iPhone. Для меня вообще такой вопрос странный. Почему не могут разобраться с балансом белого смартфона? И если смотреть на детализацию, вот тут, например, надпись про храм, мне кажется, что iPhone получше. На Samsung больше обработки, а iPhone получше. А вот это трехкратное увеличение, опять же, Samsung очень делает желтую картинку. Прямо невероятно желтая. И, честно говоря, по детализации мне больше, опять же, нравится iPhone. Так, ну давай портретик посмотрим. Вот мой сын Оскар. Ну вот тут на iPhone какая-то красная фотография получилась, лицо красное. Как будто бы то, что из бани вышел. Здесь мне по цветам точно больше нравится Samsung. Хотя по деталям, если посмотреть на волосы, без каких-либо сомнений, iPhone лучше. Ну вот как-то так, друзья. Такое коротенькое сравнение. Скоро на моем канале будет полноразмерное сравнение фото-видео этих телефонов. Собственно, S22 будет еще сравнен и с Pixel'ем, и другими телефонами. Так что ждите. Следующий комментарий-просьба от Романа. Спасибо. Филипп, можете ли вы сделать обзор на телефоны, где лучше всего камера по категориям 20000, 25, 30, 35, 40, 50? И тут сразу в комментарии прилетает Pixel, Pixel, Pixel. Это действительно так. Pixel будет очень много где хорош. В Pixel'е проблема в том, что он хорош в камерах, но в другом, например, плох. А нам же хочется все-таки иметь нормальный телефон. А раньше на Pixel, например, был очень слабый аккумулятор и так далее. В категории 20-30 тысяч рублей в плане камеры я бы рекомендовал Galaxy A52. Это точно один из лучших вариантов. 4K и 60 кадров в секунду. HDR хорошо работает, и оптическая стабилизация, плюс влагозащита, стереодинамики, нормальный процессор и так далее. Galaxy A52. Но 4 гигабайты оперативной памяти в минимальном варианте, поэтому я бы рекомендовал вам найти на 8. Если смотреть альтернативу Samsung, у меня вообще было видео, где я сравнивал Samsung, Pixel, Pocophone и так далее. Вот здесь я оставляю ссылку, переходите, посмотрите. За 35 тысяч рублей точно самый лучший по камерам это, опять же, Pixel 5a. Еще хороший Realme GT Neo 2. Тоже очень хорошо. А вот дальше 40-50 тысяч рублей. Здесь я бы вам рекомендовал купить Samsung. Вот этот. Galaxy S21 Fan Edition на Snapdragon. Вот он прям хорош. Его можно бы сейчас выцепить, по-моему, за 42 тысячи рублей или что-то типа того. Он в сравнении нагнул Pixel, поднагнул iPhone, нагнул старшего брата S21 Ultra. Короче, он очень хорош по камерам, так что рекомендую. И, собственно, по всему остальному он тоже хорош. Следующий комментарий. Филипп, спасибо, как насчет того, чтобы добавить новичка Realme 9 Pro Plus. Сенсор камеры вроде такой же, как и у GT Master Explorer Edition. Там стоит Sony IMX 766. Ровно такой же, кстати, как и в 12-м Xiaomi, например. Или как, например, в Realme GT 2 Pro и так далее. Короче, очень популярный сенсор, но на самом деле не сильно дорогой, по сути. Пожалею за новичок скромнее. Вот по цене на момент анонса и до старта вообще 1-1 получается. Но не дождался, заказал китайца, думаю, пора жалеть или нет. Я думаю, что здесь жалеть не надо GT. Master Explorer Edition офигенный смартфон. Офигенный смартфон. Realme 9 Pro Plus вообще ни в какое сравнение с ним не идет, потому что это среднебюджетный смартфон, а Master Explorer Edition это флагман. И еще я скажу, что Realme 9 Pro Plus, честно говоря, дороговат. Я с удовольствием его попользую, пока у меня его нет, поэтому ничего про него не могу сказать. Конечно же, если у меня появится, сделаю сравнение с актуальными смартфонами и так далее. Но он дороговат. 30 тысяч, есть версия за 35 и даже за 40 тысяч. Ну, камон. Восьмерка, восьмерка просто и тройни 20 тысяч рублей. Тут такой прирост по цене дорого. Следующий вопрос касательно младшей версии Xiaomi. Фил, привет, не подскажешь, хочу купить телефон, в чем разница между Xiaomi 11 Lite 5G NE и Xiaomi Mi 11 Lite без Mi. Ну, Mi на самом деле просто уже не существует. Теперь только на Xiaomi 11 Lite 5G. Я рекомендую покупать Ne, это новая версия. Она выходила осенью в сентябре. У меня есть видео на этот телефон. Он, собственно, весной был тоже хороший, а осенью стал просто чуть-чуть поинтереснее. По большому счету смартфоны практически одинаковые, и я их без проблем могу рекомендовать в покупке. То самое важное, на Алиэкспрессе, когда была презентация, они стоили в районе 20 тысяч рублей. Сейчас вроде как 30 или около того, а тогда прямо за двадцатку можно было взять. Следующий вопрос касательно нового обзора. У меня на наушники. Где-то они тут у меня лежали. Да, вот эти наушники Xiaomi, 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 ну и дальше у них там сложное название. Так вот, эти наушники будут продаваться с 21 по 23 февраля по цене в 79 долларов. И еще можно будет получить скидку в 10 долларов при помощи кода. И Серега спрашивает, подскажи, какие взять эти в этом ролике или Honor Airbats 2 Lite. Honor Airbats и хорошие, без вопросов. И эти тоже хорошие. Я думаю, что я бы, наверное, если вот сравнивать их характеристики, я бы думаю, что эти, наверное, получше. Потому что в том числе здесь есть функция в записи разговора. Это прикольно. Ты к любому телефону подключаешься и можешь записать разговор. Вы же знаете, что, во-первых, разговор далеко не везде можно записать. Во-вторых, есть определенные ограничения. Ну и так далее. Здесь при помощи приложения можно записать разговор. Это круто. Тут также есть встроенный переводчик, который тоже работает. Поэтому я бы рекомендовал, наверное, вот эти. Хотя Airbats и 2 Lite от Honor тоже хорошие. Следующий вопрос касается 9 OnePlus Pro. Я на эту тему очень много бомбил. Добрый день. После обновления исправили косяк или нет? Значит, косяк был вот в чем. Когда ты делал фотографию в портретном режиме, ты мог ее сделать просто. Я мог сделать в режиме бьютификации, да, где замазываются морщинки и так далее. Так вот, в режиме бьютификации фотка очень сильно портилась и превращалась просто в пиксели. И это продолжалось более чем полгода. То есть, OnePlus просто забили на эту тему, вообще не исправляли ее. Хотя, очевидно, что это программный сбой. Ну, просто посидите там, обновите нормально, все будет хорошо. И вот недавно сюда прилетела новая версия операционки. Здесь теперь у нас стоит 12-й Android. Тут очень много чего переделали. Сейчас я прям при вас сделаю фотографию. Так, портретный режим без бьютификации. Раз. И портретный режим. Тут теперь не бьютификация, а ретушь написано. Вторая фотография. Окей. Ну что, вы сейчас видите эти две фотографии. Я могу сказать, что они выглядят абсолютно одинаково. И где-то вообще ретуши, какая-то бьютификация, ничего нету. Но самое главное, здесь теперь этой проблемы нету. Да, теперь вот этих пикселей нету, это хорошо. Но, кстати, раньше бьютификация была очень красивая. Именно она превращала лицо, прям модифицировала его. И оно становилось таким очень красивым. Следующий вопрос, касающийся Galaxy S21 Ultra. Почему у меня Ultra на 108 мегапикселей снимает хуже, чем S21 на 64 мегапикселя? Я просто в шоке. Вообще, да, за Ultra был такой косячок. Она снимала хуже на основную камеру, чем 21 обычный и 21 Plus. С чем-то связано абсолютно не знаю. У них просто стоят разные сенсоры. Здесь на 108 мегапикселей, там другие. И да, такая штука была. И ее никак не вылечили, кстати. Она по-прежнему такой остается, в том числе и в 2022 году. Косяк, но очевидно косяк. Косяк еще знаете в чем? Косяк еще в том, что Galaxy S21 Ultra местами снимает хуже, чем Galaxy Note 20 Ultra. То есть хуже, чем предыдущий смартфон. Тоже такая штука была. Я, кстати, совсем недавно делал видео. Они какие-то моменты поправили, но в какие-то моменты так и осталось. Странно. Значит, я снимал видео по поводу Xiaomi 12 китайской версии. И я говорил о том, что, блин, софт так работает хреново, что у меня не получилось в нужный момент заказать Яндекс.Такси, Яндекс.Го, потому что приложение просто вылетало. Или мне не удалось запустить приложение 5 постов для отслеживания посылок. И я, соответственно, об этом говорил. И типа из-за этого мне телефон не понравился. И мне пишут в комментариях, Олег пишет, а в чем проблема подождать глобалку и пользоваться как основным телефоном? Да проблемы, Олег, конечно же, нет. Просто я взял телефон китайский и про него вам рассказал. Ну, то есть, чтобы вы знали, что есть такая проблема, что если вдруг вы возьмете китайскую версию, то вполне возможно, вы можете с этим столкнуться. Тогда вы спросите, а зачем покупать китайскую версию? И почему вы не дождаются глобальные? Ну, во-первых, китайская версия дешевле. И это может быть дешевле там на 100, на 200 долларов. Это раз, во-вторых, в Китае часто есть телефоны, которых нету в России. То есть, предположим, в России только прилетает одна комплектация. А в Китае продается несколько вариантов. Это вариант номер два. И плюс китайская версия, ну, она же выходит еще. Вот, например, Xiaomi 12 презентовали 28 декабря. А глобальную версию еще по-прежнему не презентовали. То есть, вроде как она будет в марте, но когда именно, неизвестно. Именно поэтому люди покупают китайскую версию в том числе. Но в первую очередь, все-таки, я думаю, что из-за того, что она дешевле. Ну, вот там есть такие проблемы. Я рассказываю вам, чтобы вы были в курсе. Чтобы вы такие, а, там, чувак же с какого-то канала говорил, что Яндекс.Гоу не работает. Вот, чтобы у вас в голове это осталось. Под видео про Моторолу, Петр пишет, Фил, а вы покажете нам новый Poco? И ссылочка на как раз-таки распаковку нового PocoFone, PocoFone X4 Pro. На самом деле, у меня он есть. Показывать я вам его не могу, рассказывать про него вообще не могу. Но вот там, вот там стоит коробка, а вот там лежит телефон. Больше ничего не могу сказать. Мы подписываем NDA такой документ, про которого ты ничего не можешь говорить о гаджете. Так что сорян. Следующий вопрос тоже достаточно сложный. Здравствуйте, какой телефон из флагманов можете рекомендовать на базе Android, кроме Samsung? Глаза болят от него. Соответственно, разговор идет про ШИМ на Samsung, с которым ничего не сделать. Во-первых, так, у всех флагманов на Android стоят AMOLED или OLED-экраны. Но кое-где есть DC-Dimming. DC-Dimming есть в Xiaomi, да? Единственное, что DC-Dimming 120 Гц убивает и превращает их в 60 Гц. И хороший DC-Dimming есть в Realme. Realme GT, GT2 и GT2 Pro пока еще... Извините, заговариваю. Сейчас все-таки, знаете, сколько? 4.28 утра. Вот. Короче, Realme пока в России еще не продаются, поэтому их рекомендовать, конечно, не могу. Хотя телефоны очень классные. Очень классные. Просто вообще очень классные телефоны. Realme вот просто большие молодцы. Они, конечно, сейчас будут поднимать цены. Ну, вот как, например, с 9 Pro Plus. Но вообще очень крутые телефоны. Но у них нет телевичков. И это как бы беда, к сожалению. А телевички это типа флагманы. А флагманы это AMOLED. И у всех у них есть ШИМ. О, поэтому сложно сказать. Я бы на самом деле посмотрел бы какие-нибудь видосы на YouTube, где сравнивают ШИМ. Есть такие... Есть такие видео, где сравнивают ШИМ у разных Android флагманов. Ну и, соответственно, по ним можно понять, какой для вас больше подходит. Камера в любом случае самая лучшая. У Samsung. У Pixel отличная камера. Все остальные идут, наверное, чуть похуже. Ну, помните, да? Vivo X70 Pro Plus. Следующий вопрос. Фил, ты часто меняешь смартфоны и разную S? Как переносить переписки Viber и WhatsApp между Android и iPhone в меню функций? Нет. Что можно сделать? Да ничего, на самом деле, не сделать. Есть только платная программа, которая может это делать. Платная программа работает. Бесплатных вариантов не существует. Я, честно говоря... Вот у меня есть iPhone 13 Pro. Ну, с Viber'ом особо проблем нет. Я, как бы, им не пользуюсь. Потому что Telegram, вы знаете, переносится без проблем, потому что он весь в облаке. WhatsApp перенести проблематично. Поэтому обычно, когда я перехожу на iPhone, ну, по сути, я просто завожу там новый WhatsApp. Либо вот эта программка. Ее можно купить и пользоваться. Она стоит порядка 100 долларов. Но вот эта программа, да, которая стоит 100 долларов, она называется Mobile Transport. По-моему, ее можно перенести чатики. Кстати, слушайте, я на днях тут такое, как бы, факап себе организовал. Я в свою дизельную бэху залил 40 литров бензина. Это просто жесть. Я ездил, тестировал новый Cherry Exit 2022 года. У меня, кстати, про него будет совсем скоро ролик на канале. Прикольная машинка, исходя из того, что она стоит меньше 3 миллионов. А там, знаете, ну там, а там все вот вообще. Все. Она выглядит классно. У нее и полный привод. Она и высокая. И там камеры в круг. И панорамная крыша. И такие здоровенные... Ну, короче. Не хочу вам его, типа, рекламировать, да, просто зайдите, посмотрите. Вот. Я на нем катался недели, а он бензиновый. И я пересел обратно на бэху, просто залил в бэху бензина. И самое худшее, что я проехал. Я проехал километр на бензин, на дизельный бэхе с бензином. И сейчас моя BMW в сервисе. И вот мы там решаем, что с ней делать. Но я вам расскажу, чем дело закончилось. Там, как бы, может быть, вариант совсем плохо. Может быть, вариант, как бы, более-менее нормальный. Давайте держать кулачки, чтобы меня пронесло. Потому что там менять это ТНВД, все эти форсунки и прочее. Это, как бы, 100, 200, 300 тысяч рублей вообще вот так. Ладно, пожаловался вам на глупость свою. Комментарий под Galaxy M52. У меня выгорал экран на первый день использования. Что делать? Кирилл спрашивает. Во-первых, за один день невозможно, чтобы выгорел. Ну, то есть, невозможно. Вот просто невозможно. Я допускаю, что это может быть брак. Если вы купили бракованный смартфон, вы его приносите обратно в магазин в течение 14 дней. Вам его могут поменять. Я напомню, что электроник находится в той зоне, за которую деньги не отдают. То есть, по закону Российской Федерации, вы не можете забрать деньги. Вы можете просто поменять телефон. Либо на такой же, либо, ну, грубо говоря, на какой-то другой. Но деньги обратно за электронику не возвращают. А вот видеосравнение iPhone и Huawei по 50 Pro. Кстати, там сравнивали китайский Huawei по 50. А это уже российский на Snapdragon. Про него совсем скоро будет видео. Ну, и опять же, всякие разные сравнения. Кто за бред? Кто ночью фоткает на трехкратный зум или на десятикратный цифровой? Где правильное ночное сравнение фото с основной камеры? Либо где сравнение видео 4K 60 кадров в секунду? Любой Android обострелется в этом сравнении с iPhone. Значит, что касается, зачем я фотографирую? Я фотографирую, чтобы вы видели. Ну, тут все очень просто. Я фотографирую, чтобы видели, в чем разница. Как фоткает iPhone на Zoom, как фоткает Huawei. Надо вам фоткать на Zoom? Не надо, но это уже вообще другой вопрос. Я просто показываю возможности камеры. Это первое. Где правильное ночное сравнение с основной камерой? Ну, конечно же, с основной камеры там куча фотографий. Вот именно в этом видео куча... Да вообще обычно в любом моем видео куча ночных фотографий. Сравнивайте, не хочу. Где сравнение 4K 60 кадров в секунду? Я не помню. По-моему, там оно есть. Если нет, ну, могло такое случиться, что его там нет. Но ничего, скоро будет. Huawei 50 Pro российский. И вот российский Huawei будет бороться с растестовским iPhone. И посмотрим, чем дело закончится. Правда, там было осеннее фотосравнение. Там такие шикарные виды. Все цветное. Сейчас просто зима вообще. Все либо белое, либо черное, когда все тает. Так, видео, комментарий под 12. MFIL, мне кажется, на данный момент лучший камерафон на рынке. Это прошлогодний Mi 11 Ultra. Сейчас он реально лучше. Особенно учитывая его цену в 65-70 тысяч рублей. Samsung S21 Ultra все еще дороже. S22 Ultra вообще космос. Huawei 50 Pro, ну, не все там по-флагмански. Хотя камеры одни из лучших. В общем, мой выбор Mi 11 Ultra за адекватные прайсы. Снова пока ничего не впечатлило. Жду релиз Xiaomi 12 Ultra. Значит, 11 Ultra действительно... 11 Ultra. Я, кстати, сделаю скоро сравнение. 11 Ultra и 12 Pro. Ну, опять же, чтобы посмотреть, чего там изменилось. Так вот, 11 Ultra действительно хороший телефон. Но есть прямо несколько очень важных моментов. Первое. Он, как и все остальные Xiaomi, блин, не может в портретном режиме делать фотку на основную камеру без увеличений. То есть, здесь включается телевичок, а здесь делается кроп. Короче, своя история. Но почему-то они не могут. Приходится сюда ставить Google камеру, чтобы этот вопрос решить. Это первое. Но второе, наверное, самое главное. Mi 11 Ultra ужасно пишет звук с концертов. То есть, у меня есть видеосравнение. Посмотрите. Я вот здесь оставлю ссылку, если не забуду. Сравнение записей смартфонов, флагманов с концерта. И вот Mi 11 Ultra там полностью обосрался. Ну вот. И обосрался, потому что... Почему я так говорю? Потому что звук подстирает. Поэтому он обосрался. Очень плохо записывает звук. Просто такая каша. Худший вообще звук, по-моему, из всех флагманов. Запись концерта. Просто. Поэтому не назвать его тоже, честно говоря, и идеальным. Хотя смартфон действительно хороший, здоровенный. И делает хорошие фотографии. Но что самое интересное. В слепом голосовании, которое я делал на моем канале. Mi 11 Ultra занял практически последнее место. Он никому не понравился. Ну, во-первых, никто не знал, что это Mi 11 Ultra. А во-вторых, никто не выбирал фотографии с него. Просто. Ночные все фотки просто вообще вылетели. Никому не понравилось. Прикольно, да? В ночных фотографиях выиграл Vivo X70 Pro+. Также Pixel 6 Pro и Huawei P50 Pro. Вообще, три победителя. Это были Vivo, Pixel 6 Pro и Huawei P50 Pro. Это были три победителя моего слепого теста. Вашего, точнее, слепого теста. Решил присмотреться к прошлогодним флагманам, потому что ценники на текущий просто космоса нового ничего не предлагают. Что вы скажете по поводу Mi 11 Pro? Он есть у ваших друзей в цифрусе, но на всем русскоязычном YouTube не нашел ни одного нормального обзора. Есть ли смысл переплатить за Mi 11 Pro или лучше обычный Mi 11? Ну, основное отличие Pro от обычной версии, собственно, как и в 12-х версиях, в Pro есть телевичок. Двукратное увеличение. Можно делать прикольные фотографии, портретики. Но, в принципе, делать увеличение. И еще аккумулятор 5000 мАч и 4600 в обычной версии. Я бы сказал, что, ну, переплата-то особенно небольшая, вот, поэтому я бы, конечно, рекомендовал брать Pro-версию, потому что она, ну, будет поинтереснее. Хотя сами смартфоны во всем остальном одинаковые, так что смотри сам по цене. Pro? Окей. Слушайте, ну и последний вот вопросик тут был. Это вопрос касательно Mi 12, что у меня там не запускался Яндекс и так далее. На других каналах такого нет, и приложения все запускаются и не горячие. Друзья, да вообще все разные техноканалы тестируют по-разному смартфон. Именно поэтому, ну, хороший этот сегмент тем, что есть возможность иметь разные мнения. Вы можете посмотреть одно, другое, третье и сделать еще свое четвертое мнение. Поэтому, ну да, у кого-то греется, у кого-то не греется. Кто-то запустил какую-то программу, а она там сидит в памяти, что-то портит, все, и греется. А у кого-то этого нету, и вопросов никого. У кого-то там 150 приложений, а у кого-то 3 приложения. У кого-то контактов 5000, у меня 5000 контактов. А у кого-то там, например, 600 контактов. Ну, то есть все уже немножко разное, да. Кто-то на Wi-Fi сидит, тот сидит на 4G. Вот поэтому разный опыт использования у всех. Так что смотрите. Ну, и, наверное, самый главный вопрос. Меня спрашивали по поводу розыгрыша. Я не провел розыгрыш Honor 50, Honor 50 Lite. По техническим причинам не провел. Такое бывает, к сожалению. Вы знаете, что на других каналах тоже не проводят. И на моем канале тоже есть задержки. К сожалению, бывают такие проблемы. Поэтому розыгрыш будет сегодня. Вот сегодня в воскресенье вечером будет стрим, и я проведу розыгрыш Honor 50 и Honor 50 Lite. Если вы еще не успели поучаствовать в нем, я вот оставляю ссылочку здесь и внизу. Переходите, включайтесь в стрим. Там нужно ответить на три простых вопроса по поводу вот этого Honor Magic V. Ну, собственно, и все. Я вам всем желаю удачи. Вот такое вот достаточно длинное видео получилось. Но если вам такие видео нужны, вот такое общение, обычно, простое, где мы не спешим, где я отвечаю на ваши вопросы, напишите пару раз об этом в комментариях. Я с удовольствием буду делать такие видео чаще. Если нужны новостные видео, тоже позаморочусь и буду делать видео. Помимо сравнений и всего остального. Ну, а вообще, говорю вам всем огромное спасибо. Меня зовут Фил. Не забывайте подписываться на канал и не болейте ни в коем случае. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok